Еще раз всех приветствую, спасибо, что пришли. Сегодня наша планета, нашей команды небольшой, но мы очень рады вам всем гостям. И хотели бы начать с того, что я бы хотела пригласить в микрофон нашего активного партнера, нашего новичка, уже дошедшего к такому хорошему результату, как 6% за первый свой потолок. И это Светлана Сидорчук. Я специально хочу дать ей слово в начале, чтобы она рассказала о себе. И знаете как, мы попробуем через скай поговорить, потому что у нас в комнате не было звука. Свет, включай звук, попробуй говорить, а люди скажут, слышно или нет. Здравствуйте, коллеги. Хочу с вами познакомиться. Меня зовут Светлана Сидорчук. Я имею экономическое образование высшее, в прошлом главный бухгалтер в полиции, а также в налоговой институте работала. И в декабре месяце я пришла сюда в проект, работаю с вами. Ну, что меня здесь заинтересовало? Заинтересовало то, чего я не знала до сих пор, то есть сама косметика. Не продвижение на рынке, а именно сам продукт. Мне стало интересно, почему я дожила до 43-х лет, и я этого не знаю, так сказать. Вот. Ну, и в итоге разобралась немножко с политикой, так сказать, компании. Мне это очень понравилось. На данный момент я работаю в проекте, нигде больше не работаю. Что еще хочу сказать? Ну, занимаясь рекрутингом, конечно, не так активно, вернее, у меня пока не получается активно. Ну, две регистрации в день у меня проходят. Почему неактивные, я считаю, потому что неактивные люди, которые регистрируются. Я вообще не понимаю, зачем мне приходят в проект, с какой целью, с какой стороны преследуют. Хотя много денег, ну, как мы все знаем, что много денег на голову не падает сразу. Нужно поработать, как у нас есть поговорка русская, как потопаешь, так и похлопаешь, или полопаешь. В итоге, если мы ничего не топаем, то мы ничего и не лопаем. Вот. Ну, хочу поделиться опытом, допустим, в плане рекрутинга. Это я работаю на досках Авито, Бадун, также Кадровичка, Привоз, Дорутру. Есть у нас НГС, я живу в Новосибирске, в общем-то. Но это чисто я разрешиваю вакансии объявлений и работаю с резюме. То есть отправляю отклики, мне люди отзываются. И, в общем, таким образом работаю. Ну, еще в друге вокруг я работаю. Да, я вот посмотрела видео, мне очень оно познавательно, как бы помогло мне. И немножко буду работать, наверное, в этом направлении, в плане вот у Лилии я видела видео. Что именно в сет? Вот, далее. Что еще хочу сказать? Есть у нас еще сайт такой, привет.рук называется. Я там разместила свой блог, через две недели меня заблокировали. То есть имелся печальный опыт, так сказать. Но это насчет перекрутинга. Вкратце хочу рассказать, я начала с того, что решила пробовать продукцию Арифлейм. Конечно, без ума у меня все восхищения просто домашние и так далее. Ну, с чего начать? Вот, следующее, я сейчас поставила мой любимый, это шведский спа. Ну, хорошо, я сначала с него начну. Как бы мне 43 года и даже до 40 лет, соответственно, я ходила к косметологу, в салоны. Каждый месяц мы чистим лицо, делаем маски, чтобы не было черных точек, чтобы кожа у нас подтягивалась и так далее. Здесь я нашла в шведском спа классный вариант, что не нужно ходить к косметологу, караться в месяц, чистить кожу. И это действительно салон. Допустим, раз в месяц я ходила к косметологу, мой уход, так сказать, за лицом, очисткой и так далее стоил порядка 4 тысяч. То есть, с этим шведским спа полностью, если брать, допустим, всю эту линию, которая указана сейчас на странице нашего каталога, который еще не закончился, вам скажу, что я выиграла, в общем-то, даже за два месяца, считайте, я сэкономила 8 тысяч. Посмотрите, какая стоимость у нас идет набора шведского спа, да, это 299 рублей только. И плюс, конечно, я взяла выравнивающий скраб для лица и восстанавливающую сыворотку. Все, в принципе, здесь описано, последовательность пошагово, как ухаживать. Ну, это можно делать раз в неделю, допустим, раз в месяц. Все зависит от кожи, допустим, от чувствительности, жирная она или сухая. Это уже нужно самому подбирать, в плане, как часто этим пользоваться. Вот, как бы, в прошлый раз Миша с Лилей мне задали вопрос, сколько я денег заработала. Я вам сразу говорю, что уже 8 тысяч я сэкономила. То есть, экономия – это тоже заработок определенный. Про систему SkinPro, про очистку кожи, то же самое хочу сказать, в плане очищает. Вечером первый раз я попробовала очистить кожу со своим любимым продуктом. И я не поняла вообще эффект. У меня потянулось лицо, и я это почувствовала. Причем кожа стала совершенно другая, понимаете. Я ощущения получила такие, как после салона. И это я получаю каждый вечер. Причем этот продукт SkinPro мы приобрели, это муж мне сделал подарок к Новому году. То есть, во втором, так сказать, ну, второй месяц моего пребывания в компании я вышла в премьер-клуб. И, соответственно, этот продукт мне не достался за 2,5 тысячи, а за 1700. Мужу моему стало смешно, он говорит, неужели я не могу позволить своей жене на Новый год такой подарок. И, в общем-то, мы угадали, хочу сказать. Вот. Ну, пока, наверное, все. А в плане, допустим, премьер-клуба, хочу посоветовать всем по 150 баллов иметь каждый месяц. Ну, не знаю, каким образом. У меня очень много знакомых, мои родственники. Допустим, есть знакомая, которая зарегистрирована в Арифлейме, но она почему-то не хочет сама ничего заказывать. Она говорит, я хочу, чтобы ты мне привезла. Ну, есть такие люди ленивые, которые не хотят, допустим, ни курьерской доставки, ни на СПО сходить, например. У нас есть постаматы, где близко к дому я могу поехать, взять в постамате. Это автоматическая, допустим, доставка. Я приезжаю, там ввожу код, который мне присылают на телефон. И все. Я выбираю свою продукцию. В общем-то, как бы никаких сложностей я не вижу. Вот. Ну, и такие вот у меня знакомые друзья, родственники, которые мне, как бы, просят делать заказы. Заказы исключительно классно, когда мы набираем, допустим, там, ну, порядка 450 баллов, и у нас классная скидка, 32%. Эту скидку я почувствовала как раз перед новогодними праздниками, когда было большое количество заказов. Все хотели подарки своим знакомым, родственникам и так далее. И, в общем-то, у меня был заказ порядка на 14 тысяч, и, соответственно, с откидкой у меня вышел на 10800. Ощутимо, правда? Мне это понравилось. Ну, вот пока все, что хотела вам рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста. 479 баллов – это мой личный заказ, Величко, а вообще групповых – 512. Ну, я неправильный бухгалтер, хочу сказать, потому что психолог приходил у нас в инстекцию, в налоговую, сказал, что я неправильный бухгалтер, я талантливый человек, но в другой области. Я изучаю языки, я еще и пою. В прошлом я села в ресторане в юность свою, поэтому, как бы, так думаю, что талантливые люди, они талантливы во всем. Если они за что-то берутся, то, соответственно, они, наверное, довольт до конца. Ну, это я уже хвастаюсь. Или как у нас? Отказываются, не заказывают? В плане чего? Когда я им предлагаю, они отказываются и не заказывают? Ты это имеешь в виду? Лили, про каких людей, Лили, ты спросила, которые люди заказывают и отказываются? Арифлейм не нравится? Нет, еще никто мне не сказал, что вот мне что-то не понравилось, допустим, там, в плане, я у тебя взяла крем, а он мне не понравился. Люди уже знают об Арифлейме, они конкретно смотрят в журнанчик, допустим, каталог и говорят, ой, вот эту продукцию мне надо, вот это у меня заканчивается. И, как бы, очень хорошо прошло мыло у нас, кстати. Мылом мы заболели опять все дружно. И, как бы, еще один заказ я делала, но уже его не было на складе. Муж мне сказал, вот видишь, люди не дураки, они понимают, что наше время, наше кризисное время нигде не взять такого дешевого, похучего и мылящегося и нетрескающегося мыла. Когда оно высыхает, оно не трескается, причем, как бы, он фанат по мылу, потому что он не пользуется ни гелями для душа, ни гелями, ой, ни пеной для бритья, для него мыло – это самая тема, понимаете? Вот. И, как бы, все люди разные, я думаю, что кому что подойдет. И, в общем-то, на то мы консультанты и существуем, чтобы объяснять людям. Вот ко мне приходят девочки, задают вопрос, ой, я хочу вот этот крем. И, как бы, сразу смотришь, послушай, дорогая, тебе сколько лет? Ну, тебе же не 25, правильно? А крем-то для 25-летних. Мы же не подбираем по цвету, допустим, да, по как красиво в каталоге он выглядит. Надо подбирать по своему типу лица, допустим, ну, кожи, да, допустим, если зрелая кожа, там, жирная, чувствительная. Молоденьким девчонкам, конечно, более легкий крем нужно. Это на то мы и существуем, чтобы это все объяснить, потому что в свою бытность, я думаю, почему меня Reflame отталкивало, вообще, как бы, журнальчики с косметикой, потому что приходили, допустим, консультанты, да, вот, ко мне на работу, даёт журнальчик, заносит. Хотите посмотреть? Я говорю, конечно, хочу, там такие красивые девушки, там такие красивые парни. И у всех рассмотришь, разглядишь, у кого какой макияж, что как причёпан. Но сам факт, я не знаю, что взять из этого каталога. Она пришла, отдала мне на день, через день приходит, будете делать заказ? Я говорю, нет, конечно, я даже знать не знаю, что это такое, для чего это мне, и вообще оно мне не нужно, потому что я пользуюсь совершенно другой косметикой, я пользуюсь французской косметикой, я хожу в дорогие салоны косметологических. Зачем мне ваше кукло под названием Avon, Reflame, Faberlic, для чего это всё? Я даже потрогать не могу и понюхать, понимаете? Вот такой стереотип сложился из вот этих журнальчиков, каталогов и так далее. Если бы девочка зашла ко мне с каталогом и сказала, давайте я вам расскажу. Вот, например, в начале каталога и в конце вот этих страничек, как правило, здесь есть скидки, причём продукция очень дешёвая. Я уже изначально беру каталог и смотрю, начало и конец, правильно? Она мне может сказать, допустим, вот есть мыло дешёвое, вот есть тушь, допустим, к Новому году серебристая, синяя, разноцветная, она стоит буквально, извините, ну за 100 рублей, ну где мы возьмём тушь в наше время? Ну всё смеяться, правильно? Ой, ну тут об этом можно бесконечно, конечно, говорить, в плане, как работают консультанты. И, конечно, сложилось мнение о том, что они на нас зарабатывают деньги, большие деньги там, ну не знаю, разница между потребительской ценой и то, которую мы продаём, ну порядка двух рублей на своих знакомых, там на трёх-пяти человеках, причём мы шесть рублей заработаем, ну чё смеяться-то? У меня знакомые говорят, Слеточка, давай мы тебе, вот стоит крем там 100 рублей, ой, 200 рублей, да, ты, значит, давай мы тебе ещё 50 рублей сверху заплатим за то, что ты же ехала, ты же ножки свои била, там, или бензин же была, на машине поехала, 50 рублей тебе сверху, за ноги, понимаете? Как бы люди, понимающие, что каждый труд должен быть оплачиваем. А тут у нас складывается впечатление, что хотят на нас заработать. Вот я одна в один магазин пришла поначалу, отдала туда каталог, сказала, девочки, посмотрите, может вам что-нибудь нужно? В итоге я пришла через неделю, а эти девочки, наверное, они были в деревне, или, наверное, они были очень далеки, так сказать, от этой косметики, от продукции. И, в общем-то, я ещё не могла им объяснить, в плане, какой они имеют плюс, взяв, допустим, у меня продукцию, или хотя бы зарегистрироваться самим в нашей компании и брать уже без на оценки, допустим. Вот, и я перехожу через неделю, а каталог они выбросили, понимаете? И мне так стало смешно, я просто рассмеялась мне в лицо, думаю, господи, насколько вы глупые дама, чем вы пользуетесь, и чем вы занимаетесь вообще в свободное от работы время. Мне просто стало смешно. Но я надеюсь, что вы меня все понимаете. Но всё дело в том, конечно, что я не объяснила ей все преимущества, это было только начало. А сейчас я хожу, я не хочу ей предлагать каталог. Я думаю, пускай она там покупает белорусскую косметику в каком-то магазине и так далее. И считает, что белорусская косметика круче, чем Эрифлейм. И думаю, нет, я даже не хочу ей ничего объяснять. Когда-нибудь она, может быть, и дорастёт своей головой, но метать бисер перед свиньями я считаю недостойным, надо уважать тоже себя. Если у меня есть, допустим, свой круг, да, рынок сбыта, так сказать, пусть он небольшой, почему я должна захватывать человека, который ещё не вырос? Вот она вырастет, она сама ко мне придёт. Вот. Такие у меня взгляды, очень приятно было познакомиться. Теперь вы все меня знаете в лицо. Я, правда, не причёсана, я прибежала от доктора. Буду вот перед вами такой, какая я здесь. Спасибо, Света, спасибо. Очень интересный рассказ. Наконец, и моё видео тоже включилось. Очень классно рассказала, Света поделилась. Свет, правда, очень хорошо ты говоришь. Я тебе делаю предложение. Не хотела бы ты быть спикером с нами вместе. Рассказывать что-то, где-то выступать у тебя шикарно получается. Я думаю, все со мной согласны. Вы знаете, я, в свою очередь, вот слушая Света, она мне вот так вот прям заразила таким вот такой энергетикой классной. Хочу поделиться тоже своим таким вот опытом. Значит, я переманила к себе, ну, не то чтобы я, как сказать, поглотку я, конечно, не хватало человека, но я к себе переманила клиента Mary Kay. То есть человек раньше пользовался Mary Kay и никогда, ну, как, для неё неважно было, что она дорогая, что она там какая-то ещё, что ей надо там заказывать долго ждать. А ей нравилось. Вот. И вот сейчас просто пришло такое время, пришло, когда всё дорого, а ухаживать за собой надо. И, значит, в общем, я, естественно, я рассказываю, что вот есть такая классная вещь, наша продукция работает шикарно. Ну, она решила в один такой момент. Знаете, был такой момент, наверное, она была просто мне благодарна, поэтому, наверное, она всё-таки из этого вот, из этой благодарности взяла каталог. Ну, когда она её посмотрела, она заказала, значит, крем, она взяла сначала один крем, вот из серии активный кислород. Она не сразу начала им пользоваться, она ещё домазывалась своими вот этими Mary Kay. И вот недавно я её встретила, это я вожу детей в развивающий центр, и там я с ней познакомилась тоже, там же встретилась с этой женщиной молодой. И она говорит, я не знала, что будет такой эффект. Я говорю, это что, бывало, что это фуфлоиды, не знаю выражения, но по такой цене и не хуже, чем Mary Kay. Я говорю, да при чём эта цена? Я говорю, у нас в Стокгольме есть институт кожи, разработки ведутся, вот этих кремов по 8, по 10 лет. У нас институт и кожа в Стокгольме работает около 100 учёных, самых лучших в мире, которые занимаются этими разработками. Ты думаешь, что такие люди будут фуфлоу тебе разрабатывать? В общем, она была в таких восторгах, и честно, она мне ещё сделала небольшой заказик, уже на следующий каталог. В этом каталоге я уже ей отнесла заказ, она взяла. Она постепенно хочет себе полностью всю линию обновить, она говорит, я всё, хочу собрать. Сейчас, конечно, не получает за то, чтобы сразу всю кучу взять деньгами, но она всё равно каждый каталог по чуть-почуть берёт и собирает. Да, обязательно нужно, вы знаете, как мне это было приятно, обязательно нужно рассказывать. Я ей тоже говорю, я говорю, продукция правда шикарная, потому что она ощущается сразу. Она когда пришла, она тогда использовала только один мой крем. Она говорит, я с первого раза уже ощутила. Я говорю, да и видно, просто по тебе видно, что у тебя совершенно по-другому выглядит твоя кожа, правда. Я не знаю, может, просто потому что я сама безумно люблю нашу продукцию, правда, мне очень нравится. Я сейчас открыла баночку, кстати, с Ветейной любимой косметикой, я тоже люблю. Шведский спа, мне нравится крем двойного действия. Я вот закошила перед этим, у меня было чайное дерево, я пользовалась. А сейчас взяла, открыла, и мне вообще, я просто, настолько мне нравится вот эта вся продукция, что я, естественно, мне было приятно, когда клиентка сказала, что эффект, я вообще не ожидала, что будет именно такой. Она же думала, что цена и качество, и эффект на кожу, они прямо пропорциональны. Я говорю, нет. Даже, вы знаете, есть очень много роликов в Ютубе, где сравнивают косметику Mary Pay и продукцию Ariflame. И вы знаете, Ariflame в большинстве, в большинстве своих случаев выигрывает. Я костяну вообще не говорю, тут вообще только наши плюсы, потому что Mary Pay очень дорогая. Да, в общем, мне было очень и очень приятно, что человек действительно оценил, она, может быть, знаете как, может быть, она и как-то обаивалась ее использовать, но потом уже закончился предыдущий тюбик из Америки, и она попробовала наш, и она офигела. Это мягко сказано. Это классно, это круто, поэтому такие вот случаи просто нам доказывают лишний раз, что не стоит бояться, ничего не стоит не трясить или как-то зажиматься. Просто, знаете, у нас немножко другая функция. Люди, когда приходят в магазин, они сразу видят продукцию. Они, конечно, может быть, не открывают ее, но вот это их привлекает. Они как-то все равно запах могут почувствовать, что-то как-то все равно так сильно пощупать сверху. А у нас каталог, хоть он и красивый, красочный, но наша задача все равно его информацию из каталога больше донести к ним, понимаете. Дальше протолкнуть, разжевать и дать им только вот провлатить. Потому что, правда, люди действительно, когда они распробуют продукцию, они уже больше ничего не хотят. Их устраивает и качество высокое, и достаточно очень доступная цена. Так и есть. И еще я похвалюсь, значит, взяла заказ у своей подружки на волос витаминный для волос и ногтей. У него волосы сыпаются сильно, и она уже давно, все не может никак собраться вот с духом, заказать. Она вроде тоже у нее какие-то будут сомнения. Попозже я вам расскажу, что она мне скажет по поводу этого использования. На себе-то я проверила. И муж мой тоже ходил, у него сыпалось все со всех сторон. Перестала сыпаться, представляете? Вот буду ждать, что она скажет. Вам всем расскажу. Итак, давайте немножко вернемся к информации о том, какие же у нас есть выгоды. Я еще раз повторю, какие выгоды у нас есть для примера клуба. Это если заказ минимум от 150 баллов. Сразу же идет у вас скидка на 32%. Это очень классно. 50% скидка на один любой продукт. Участие во всех акциях и программах компании. Сразу уровень 3%. Первая ступень лестницы успеха покорена. Это значит, что не только у вас идет скидка за наличный товарооборот, но и за групповой, скажем, товарооборот, потому что вы сами его уже и сделали. Так вот, если вы новичок, пришли, делали 150 баллов, вы уже как и группа сами для себя. Ну, в общем, это выдано в двойне получается. Начислить, если на 350 баллов начисляется объемная скидка. Это зарплата, это начисление на номер, которые в дальнейшем будут накапливаться. И когда вы открываете ИП, открываете карточку в банке, вы эти деньги получаете уже через карточку Мару, вы можете снимать. Вот, значит, и также будет у вас возможность сделать заказы из специального каталога для участников примера клуба. Это отдельный каталог, там уставляется продукция, которая нет в обычном каталоге, она тоже очень выгодна. Часто очень редкая, поэтому классно этим пользоваться. Для новичков, только что пришедших, есть более простой вариант тоже попасть практически в такие же условия. Это начать делать шаги. Что значит шаги? Первый шаг – это когда новичок в первые 21 день за дня регистрации успевает сделать минимальный суммарный заказ на 100 баллов. То есть он уже считается квалифицированным рекрутом. Проходит первый шаг стартовой программы, получает скидку. Ну, скидка 20% у нас у всех идет сразу же, как только мы проходим регистрацию и оказываемся в проекте. В проекте и работаем. Значит, 50% скидка на один любой продукт. Первые, ну, сейчас у нас идет стартовая программа, 4 шага, да, 4-х шаговая. Поэтому будет 3 каталога, 50% скидка, а потом уже необходимо минимум 150 баллов делать, чтобы оставаться в примере. Также участие во всех акциях и программах компании. И тот же самый каталог для премьер-клуба, эксклюзивный и очень выгодный. Поэтому смотрите сами, что вам больше нравится, что вы предпочитаете, как вам удобнее и насколько вы хотите быстро зарабатывать. А так выглядит бухгалтерская справка, которая приходит при начислении средств на счет ИП, когда вы открываете ИП. То есть я это специально оставила и показываю для того, чтобы мы все знали, к чему идем. Те, у кого еще нет ИП, чтобы вы знали, что это вот циток у вас будет. Что нужно для того, чтобы успешно работать в интернете, в интернет-проекте. Естественно, это гаджеты, компьютер, ноутбук, планшет или какой-то хороший телефон Android, у которого будут все функции, необходимые для работы. 2-3 часа – это минимум свободного времени, вне зависимости от времени суток. Если есть больше, конечно, это лучше. Естественно, у вас должно быть желание обучаться, иначе без обучения не будет ни карьерного, ни личностного роста. Оно, естественно, все взаимосвязано. Обязательно должно быть желание, должно быть стремление к обучению и постоянное обучение. Жюля, закручивай, пожалуйста. И обязательно должна быть систематичность и стремление заработать, уверенность в себе. Должна быть система, отработанная систему мы даем, ее нужно только наладить и следовать ей изо дня в день. Нужно уметь пользоваться компьютером или гаджетом на уровне пользователя, а если умеет еще новичок работать по сетям, просто пользоваться социальными сетями электронной почты – это вообще шикарно. Ну, я думаю, в наш век, в наш электронный век, когда все люди, вся жизнь проходит именно в интернете, все умеют пользоваться социальными сетями, у всех есть какие-то свои аккаунты в любой из сетей, представленных нам интернетом. Итак, у нас новая стартовая программа, которая состоит из четырех простых шагов. Эти шаги проходят один потолок, каждый последующий потолок. Что же вы получите в итоге? Помимо всех преференций, которые дает нам компания для новичков, новички также получают за каждый шаг еще набор продукции, шикарной продукции с огромной скидкой, всего за 199 рублей. Хотя каждый из наборов стоит от 1000 рублей и выше. Значит, итак, первый набор, полная цена у него 1370 рублей. Новичок, если прошел первый шаг стартовой программы, получает этот набор за 199 рублей. Значит, за второй шаг, полная цена набора идет 2770 рублей, новичку достается за 199 рублей, если шаг номер два пройден. Значит, за третий шаг новичок может получить набор, полная стоимость которого 4360 рублей, а набор будет за 199 рублей. Вы представляете, вообще какая-то выгода крутая? Вообще даром вот этот набор получается. И за четвертый шаг полная цена, почти около 6000 набор будет за четвертый шаг программы. И новичок получает всего за 199 рублей. Представляете, суммарная выгода для новичка по стартовой программе составит 13500 рублей. Ну это вообще, я не знаю, насколько это просто сказочно все, и при том реально. Грех не пользовался. Поэтому пользуйтесь и объявляйте своим новичкам. Еще у нас остается немного времени до конца действия четвертого каталога текущего года, для того, чтобы все-таки растолкать и растормошить, кто еще не растолкал, не растормошил, заснувших партнеров с накопленными баллами лояльности. Вот, и поэтому нужно им напомнить, что они могут взять себе подарки по этой программе. Да, новичкам круто повезло. Я тоже в свое время пришла, и тоже у нас были наборы за каждый шаг, я их взяла. У нас идет новая компания по приглашению «Создай свою историю любви». Она очень объемная, она будет идти 4 каталога до конца действия четвертого каталога, и предусматривает очень несколько шагов, много шагов. «Участвуй и приглашай новичков в компанию». Что у нас получается? Что же нужно делать? Приглашать. Приглашать на работу и получать личные спонсорские баллы. Помогать делать заказы. Объяснять гудоды этих заказов, объяснять, каким образом, делая заказы, люди будут зарабатывать. За каждый один балл своего новичка получайте один личный спонсорский балл. Суммируйте, накапливайте спонсорские баллы в течение 4 каталогов, 1 по 4, и обменивайте эти баллы на подарки в 5 и в 6. И подарки очень крупные будут. За эти спонсорские баллы обменивайте на 100 баллов. Есть. Можно обменять мужской органайзер для документов, кошелек, очки с кутляром и салфеткой или шаг. Значит, можно один какой-то подарок взять единожды. Значит, за 200 баллов можно взять сумочки. Значит, для него, для нее и дорожная сумка для нее. Тоже шикарные сумки, они очень красивые. Идите в комнату, идите в комнату. На голову залил я. За 500 баллов шикарные чемоданы для путешествия. Очень стильные, красивые, удобные, комфортные и вместительные, насколько я поняла. За 1000 баллов это техника для дома. Значит, заигратель, аудиосистема, звуковая панель, светодиодный светильник. В общем, шикарные подарки, которые можно получить за подарок. Да, про детей это круто. Особенно, когда они все вместе скасятся на моей голове. Давайте вспомним, какие же у нас есть методы, какие у нас для этих методов нормы действий, чтобы был минимальный результат. Итак, если вы занимаетесь размещением объявлений на досках, это минимум 100 объявлений в день. На разных досках. Досков великое множество. Ваше дело, значит, на любой доске, а лучше сразу несколько брать, но желательно, чтобы это было минимум 100 объявлений в день, чтобы у вас был хороший поток опции и регистрации. Если вы обрабатываете резюме, это от 500 резюме в день. Если это контакт или одноклассники, то же от 500 действий, те, которые вы используете в этих социальных сетях. Вдруг вокруг также для себя может на один аккаунт принять около 500 сообщений людям с предложением, то есть там не обязательно несколько аккаунтов заводить, как в контакте, в одноклассниках. И знакомые, теплый рынок. Достаточно 10 общений в день. Рассказать про выгоды, рассказать про бизнес. И у вас будут партнеры. Давайте записываем, какие планы у кого на сегодня, и будем работать, будем их выполнять, будем идти к своим намеченным планам и целям. Я сегодня планирую заниматься на ДОСах, обрабатываю отклики, работаю с командой, смотрю по распечатке, что нужно нам доделывать. Кстати, у нас сегодня четверг, у нас закончится скоро каталог номер один, четвертая неделя каталога. Четверг, пятница, суббота. Три дня осталось фактически, когда нам нужно подтянуть наши хвостики. Кто еще что-то не успел доделать, обязательно нужно доделать. Да, дети – наше будущее, в них наша сила, ради них мы это все и засеяли, для того, чтобы им что-то от нас досталось. По наследству. Да, работаем. Итак, Светик Сидорчук запланировала попробовать работу в Твиттере. Я так поняла, ты, наверное, хочешь попробовать ту информацию, которую дала Лиля, да, как метод работы в Твиттере. И параллельно на доступ. Так, Лиля, начиная… Да, Лиля напомнила, начать квалификацию на конференцию можно в этом году. И потом полететь за границу. Так, Наташа Лями направила регистрацию, обрабатывает 300 резюме, отправляет 200 штук вдруг вокруг, общается с командой, работает распечаткой, планирует две регистрации, одного рекруса, одного кью, и обучается. Света еще вдруг в Аклубе тоже параллельно работает. Молодцы. Все, остальные, наверное, себе на листиках записали планы и пошли их выполнять. Ну все, наша планерка закончилась. Всем спасибо, кто был в гостях. Спасибо партнерам моим, кто рано встал и пришел для того, чтобы проанализировать и запланировать. Встретимся в чате. Всем успешной работы. Всем до встречи. До свидания. Всем пока. И поставлю вам сейчас что-нибудь интересное. Субтитры сделал DimaTorzok